Адриана Элеску родилась 31 мая 1938 года в состоятельной и образованной семье. Родители всерьез занимались воспитанием дочери. Она посещала самые разные кружки, играла на пианино, великолепно рисовала, отлично пела и знала три языка. В 20 лет Адриана впервые влюбилась и вышла замуж. Девушка она была весьма привлекательной. Но, увы, брак оказался недолгим. Муж мало того, что довольствовался случайными заработками и фактически сидел на шее у молодой супруги, еще и категорически отказывался стать отцом. Адриана же наоборот, что называется, спала и видела себя в роли матери. В течение четырех лет она пыталась забеременеть, но, увы, все было напрасно. В конце концов муж сказал, что она помешалась на детях и ушел от нее. После развода Адриана полностью посвятила себя карьере. Стала преподавать румынский язык и литературу в одном из университетов Бухареста, дослужилась до звания профессора, а свою любовь к детям вложила в написание целых 25 детских книг, которыми, к слову, и сегодня зачитываются румынские детишки. Но мечта стать матерью никуда не делась. Все это время она пыталась забеременеть, меняла мужчин, пила таблетки, колола какие-то уколы, но все напрасно. В итоге поставили врачей диагноз бесплодие и сказать, что Адриана была в отчаянии, ничего не сказать. Вначале она плакала, потом смирилась, но вдруг спустя годы узнала, что может стать мамой при помощи ЭКО. Она нашла нужную сумму, отправилась в клинику, и тут снова неудача. Даже три. Организм упорно отторгал эмбрионы. Но Адриана так мечтала стать мамой, что с четвертой попытки, только лишь с четвертой, все получилось. Вот только на тот момент ей исполнилось 65. Когда ее родные и друзья узнали про это, возмущению их не было предела. Все говорили, что это полнейшее безумие, что она не сможет выносить ребенка, что она умрет во время родов. Другие крутили пальцем у виска и говорили, что кто знает, сколько осталось ей жить, и неужели она хочет, чтобы дочь росла без матери. Третьи просто не понимали, к чему рожать ребенка женщине, которой по возрасту положено быть бабушкой, а то и прабабушкой. Словом, осуждали ее все. Но Адриане было совершенно безразличное людское мнение. Ее мечта была близка к исполнению. Она летала словно на крыльях, была полна энергии, чувствовала себя отлично, ожидая, что вот-вот на свет появится ее малышка. Если точнее, Адриана была беременна тройняшками, но двое из них умерли еще в утробе, а третья, долгожданная дочка, родилась раньше срока. Из-за этого малышке пришлось еще шесть недель оставаться в клинике под наблюдением врачей. Адриана назвала дочку Элизой и сразу решила ее крестить. Но и тут столкнулась с осуждением. Когда в церкви узнали, что она не бабушка, а мама, девочку объявили плодом нечистой силы. Сама же Адриана абсолютно уверена в том, что дочь послана ей Богом за долгие годы страданий, попыток забеременеть и желание стать мамой. Первое время на улицах она ловила на себе косые взгляды. За ее спиной шептались, распространяли всякие сплетни. Но буквально через пару месяцев, увидев, как самозабвенно она ухаживает за дочкой, как сильно любит ее, соседи сменили гнев на милость и даже стали помогать молодой мамочке. Отдавали детскую одежду, кто-то приносил смеси, детское питание, коляской снабдили, кроваткой, трансформером. Шли годы, Элиза подросла, пошла в школу. Никаких отклонений в развитии у нее не было. Как раз наоборот, она играла со сверстниками, учила алфавит, решала задачки, прыгала с тарзанки, маме по хозяйству помогала и отлично училась. На ее стене висит масса грамот, кубков. Ее выдвигают на все олимпиады в области физики, математики. Девочка настолько умна, что поступила без экзаменов в один из старейших университетов Бухареста. В этом году ей исполнилось 18, маме 85. И они неразлучны, и все свободное время проводят вместе. Элиза делится с мамой своими секретами, спрашивает советы. Мама для нее лучший друг. Несмотря на возраст, Эдриана чувствует себя великолепно и говорит, что таким самочувствием обязана именно тому, что родила дочь в таком возрасте, когда многие пенсионеры из дивана без посторонней помощи подняться не могут. В многочисленных интервью Эдриана говорит, именно благодаря тому, что у меня маленькая дочь. Я веду активный образ жизни, я правильно питаюсь, занимаюсь спортом, регулярно прохожу обследование. Чувствую себя на 27, ну, если устаю на 37. А еще мне хочется пожить подольше, чтобы побывать у Элизы на свадьбе, понянчить внуков. И это достойный ответ тем, кто когда-то считал девочку большой ошибкой ее мамы. А еще очередное подтверждение расхожей истины о том, что на любое правило есть исключение.